Утешитель души истины, и живи везде, если, и вся исполняя сокровища благих, и жизни подателю преди всеми сяны, и очистены от всяких скверных, и спаси блаже души наши. Дарья, благослови занятия наши. Господи, благослови нас, Слово Твое изучить, чтобы мы все понимали и принимали. Господи, пошли благодать Святого Духа в помощь нам. Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь. Господи Христос. Ну и вот Евангелие от Иоанна у нас, 12 глава, 4-8 стихи. И тогда один из учеников его, Иуда Симонов, который хотел предать его, сказал, для чего бы не продать это мира за 300 динариев и не раздать нищим. Сказал же он это не потому, чтобы заботился о нищих, но потому, что был гор. Он имел при себе денежный ящик и носил, что туда опускали. Иисус же сказал, оставьте ее, она сберегла это на день погребения моего. Ибо нищих всегда имеете с собою, а меня не всегда. Толкование интересное вообще. Блаженный Феофилакт. Иуда, будучи любостяжателен. Любостяжателен. Стижать это значит к себе. Грести к себе, да, вот к себе подтягивать. Любить вот это к себе подтягивать. Как по-нашему сказать? Это хапуга. Жадный. Можно вот так. Ну, это красивое слово. Любостяжателен. Не одобряет такой образ попечения. Не одобряет. Тут клиника. У меня свои рассуждения есть, кстати. Толерантность полная. В обществе Господа. Вот, я понимаю, что это все понимали об этом, и никто ему не говорил. Ну, думали, ну, как пройдет со временем там у человека. Как бы он за то, чтобы осталось это в обществе. Ну, понятно. Оказывается, все не просто так. Почему, как бы, говорит он, принесла ты не деньги, из коих мне было можно украсть, а мира. Вот, действительно. Эта мира надо еще продать. Это как вот эту картину. Знаете, сколько за нее Рафаэлю отдали? Ну, или самому Рафаэлю, а там, его команде. Сантису. 70 килограмм чего-то. Да. И он, это он нарисовал для алтаря в городе Пьяччо. Красивое название, да, у них там? Пьяччо. И вот они, за то, что он нарисовал, они, видать, ему еще давали какие-то авансы, чтобы он нарисовал два года почти, и еще 70 килограмм золота. Потому что он-то трудился в Милане, там где-то, ну, где-то там, то есть в другом городе он трудился. Так вот у них там интересные города все. Ну, это по делу. Или не по делу, не знаю. Ну, вот, знаете, что такое деньги, и что такое, чего стоило. А это мира, это мира, как у нас, знаете, что собирать? Живицу. Собирал кто живицу? А знаете, что такое живица? Сосновая смола. Не сосновая. Это обманка. Пихтовая. Он пихтовая. Пихтовая смола. Пихтовая. А есть кедровая живица еще? Да, это все не то. Кто видел пихтовую живицу? Ее практически нету. Очень дорогое удовольствие. Там такой бочонок небольшой. Сокраницу. Да, их сразу тут у нас не остается ничего. Попробуйте найти пихтовую живицу. Вам дадут ее, но там будет запах кедра, сосны, но никак не пихты. Пихта, такой аромат приятный. Я просто собирал сам. Вот так вот, там такие пупырышки на коре. Протыкаешь чем-нибудь, протыкаешь, даже не иголкой надо. Иголка у тебя, руки слипнутся, и потом иголку будешь отрывать. Знаете, как суперклей? Кого клеил, кто пальцы? И начинаешь чем-то бумажками какими-то резать. У меня все пальцы обрезаны были. Первый раз суперклей попробовал. И это такая же тоже. Прилипнет, начинаешь отдирать. Ну, он отдирается, но глаза на выпуск будут. И поэтому там думаешь, баночки такие, чтобы прокалывать сразу, а сверху какой-нибудь деревяшечки туда соскребать. А потом оно все отстаивается, и чистое, как слеза. Любые болячки заживляет моментально. Моментально. У меня было несколько баночек, и в конечном итоге я все-все не раздавил, а вот у людей, которых были раны там или что, и все. Ну, они измазаны. Ну, там я сам видел такие. Там один ожог был у моего там бурильщика на бедре. Вот такой. Прям язва. И все. Я ему сам начал только назать. Они там что-то делают. Он взял прям, вылил вот так вот пузырек на эту рану. И у него как воспалилось все. Я говорю, ты что делаешь? Там надо чуть-чуть. Там же какие-то бактерии вот эти, которые убивают все это. Вот. И мира это, я вам хочу сказать, намного дороже еще. Почему? Эти капельки, вот там такой растет, как кустарнику. Мира. Мира. Где это? Где эти? На скалах. Там пустыни иудейские и так далее. Своеобразная обмен там идет веществ внутри. И вот появляются вот эти вот смоленные капельки. Их люди собирают. Эти смоленные капельки. И так же в баночки. А это было как духи еще. И запах. Батюшка сегодня прошел, Надежда Васильевна, начинает сразу вдыхать. Очень ей нравится этот запах, да? Как пылесос. Вы поаккуратнее вдыхайте, а то задохнетесь. Но я ее понимаю, мне тоже нравится этот запах. Говорят, кому не нравится этот запах, значит бесноватый. Поэтому я всегда понюхаю так. Ну-ка, мне очень нравится. Небесноватый. Понятно, к чему все идет? И этим мазались и вкусно пахли люди. А еще это было как благословение от Бога. То есть у них же такое было. И все это было еще. В таком флакончике он делался из кальцита. Ну что такое кальцит? Кальцит. Да. А стекла не было тогда. И представьте, найти такой кальцит огромный. Его обработал. Он легко обрабатывается, но его надо шлифовать же долго. И внутри, как они это вырезали, я не понимаю. Ну, были сверла, высверливали как-то. Всю, ну там, в те времена тоже умели. Умельцы были. Высверливали. И вот в этот флакончик к духам, как у нас сейчас, туда наливали это мир. Это было такое дорогое удовольствие. И женщина это показала. Это ее мира было. То есть она была такая богатая, такая, пользующая успехом. Иначе зачем бы она пришла к Господу? Мюштыни какие-либо. Да, да, блудница прям, самая настоящая. Ну какая блудница, как гейши в Японии. Кто понимает, что о чем я говорю. То есть не всем направо-налево там, как называют у нас честные давалки. Нет. А, да, а эскорт, типа эскорт услуги. Богатая. И поэтому он посмотрел, и видите, что он вытворяет? А ты что это сюда пришла и денег-то не принесла? Зачем ты эти флакончики носишь? Как мы их продадим-то? Это смысл? Сразу мысль у него бьется одна. Как продать? Как продать? Как продать? Интересно, у нас тут кто-то есть вообще не такие люди или нет? Не приведи Господи с таким знаться. Как у нас? Ну да, ну да. Но он же был из общества Христа. Я вот и говорю, есть такие? Если есть, то скажите им, что не надо так делать, не вести себя. Сразу все продать нужно. А так бы оставили, сейчас бы в музее где-то лежало. Что такое? А вот 12 апостолов, а с ними же еще люди ходили. Ходили, конечно. Ну, 500 человек, если на горе было, когда вознеслись. Толкование, говорят, почти все Галилеи. То есть, или так это, иди, иди, ты не апостол, ты не избран, и у нас тут 12, и все. Или это как-то... Это было следующим образом. Там есть места такие, когда Господь говорит, ты куда пошел? Я пошел похоронить своих родителей. Так, пускай мертвецы сами своих мертвецов хоронят. Ты иди, ступай за мной. А где он в учениках? Он не в учениках, он где-то рядом. И что, там не написано, что он сказал, да никуда я не пойду, пойду хоронить. Нет. Он покорно остановился при этих словах, шел там где-то рядом, и все время вот такими глазами думал, а что сказал Господь сейчас? И он даже вопрос не может задать, как понять. И мертвые сами погребут своих мертвецов. А ты иди за мной. Это все, кто не 12, они сами отходили. А в 12 просто в костях вот как-то давался. Да, в костях, которые постоянно с ним ходили. А другие приходили, там, уходили. Которые как-то, Господь избрал. А и жены были, которые постоянно ходили, просто они как бы отдельно. Жены их было где-то, наверное, 7 жен, ну так перечисляются. То есть его сестры были. Называются сестры, они ему в матери годились. Они как мать были у него по возрасту-то. Семену хотел сказать. Иосифу показывают. Не могу икону найти нормальную. Фильм хотел показать детям. Но ни один фильм не могу. Везде он идет с Марией. Они такие, как парочка. Он такой, гагарочка. Они такие, ну что, заняться, что ли, нечем. Но вы немножко посмотрите. И, наконец, нашел византийскую икону. Древнюю какую-то там, века непонятного. И там четко стоит Иосиф. Иосиф такой седой. Видно, Богородица. Лицо молодое, нормальное. И передала только что Иисуса. И он тянется к матери. А Семен Богоприимец сагбенный такой. Уже прям сагбенный. Борода длинная. И он его так держит уже. Видно, что из последних сил. Вот это икона настоящая. Ну, нету ничего детям показать. Чтобы дети не динозаврами занимались этими. Разноцветными тем более еще какими-то. Что они возьмут, одни монстры. Смотрю там эти, кто, детихи, детихи. Два этих, старший Андрюша, он еще, видать, его мама успокаивает. Ну, она его там кричит, я слышал. А эти двое вот такие шаловливые. И у них молот Тора лежит. Молот Тора, знаете? Тор. Тор, это бог викингов. Ну, это языческий. И вот у него такой молот, которым он наказывает всех там людей, там, богов. И этот молот, я говорю, что это у вас там за молоточек лежит? Они там как подняли свару какую-то за этот молоточек. Я говорю, вы понимаете, вы детей-то к чему? Ну, это, девчонка, я сейчас скажу, кто это. Чиркина, да, Чиркина, по-моему, из Белоруссии. Я хочу прочитать стихотворение. Начинает читать стихотворение, вроде как, мальчик хочет богу что-то подарить. И потом, ну, что я тебе подарю, господи, саблю или, там, что-то, лягушку или мою любимую игрушку-пушку. Вы, это, взвейтесь, развейтесь-то, это зачем вот это? И я говорю, ну, и как богу бы пушку подарили? Ты это сама понимаешь? Ну, родители, родственники, ну, как-то следитесь, что дети, нету духовных стихов, что ли? Мы последние, что ли, из магикан, которые, ну, вот, выходят одни духовные стихи. Так еще духовные фильтруем, еще смотрим, чтобы там более-менее православные. Ну, то есть, вот, дети в таком находятся состоянии, понимаете? И теперь попробуй, когда придет время, они подрастут, они куда посмотрят? То, что я им рассказывал, о слове Божьем говорил. То ли, что сложно это все, сложно. Вот, лягушка-пушка, и нету родителей, я бы так сказал, это что, вы немножко-то фильтруйте. Ну, хоть мне позвоните и спросите, Игорь Владимирович, дайте нам стихов, пришлите сюда, я вам пришлю стихов духовных. Чтобы ваша дочка прочитала нормальный духовный стих. Это что, мальчик хочет богу что-то подарить? Ну, откуда это воображение такое? Ну, какой ребенок, что-то богу хочет подарить? Ну, это же не Дед Мороз. И вообще, Дед Мороз должен дарить-то. Ну, придумано просто, за уши притянуто, и это не православное же, ясно что. А может, и я даже не знаю, откуда лягушка-пушка. Вот эти, как они? Кто-то мирское писал такой стих. Ну, да кто-то мирское, конечно. Ягвартик у нас. Ой, красавец. Ой, какой хороший тигренок, как он рычит. Он так внимательно на тебя смотрел. А тут я не обратил на него внимания. У меня наоборот собаки подходят, если я на одну внимание не обращаю, они меня лапой сзади. О, тебя надо погладить. Четыре собаки, и все любят, чтобы их гладили. И вот так, со всех сторон меня они. Эй, дядя, давай, меня, меня. Я думаю, почему дети не такие? Ну, почему мне нужно тянуться к ребенку, чтобы его погладить, а не он ко мне пришел бы и такой, я хочу тебя поцеловать в носик, давай. Поцелуемся. Хорошо, как. Жаль, жаль. Ну, ладно, ладно. Видите, у Господа тоже не получилось с Адамом ничего. А Ева вообще должна в ногах была ползать, как говорится. Она вообще тут сбоку припека. Их женщины, говорит, как-то это осознали, и толкование блаженного Феофилакта, почему Марину Магдалину Господь избрал, наконец-то, женщин, чтобы они себя проявили и показали веру в Господа и благодарение. И какие первые слова были произнесены великие женщины? Они, правда, повторены, но с огромной приставкой. Какие? «Христос воскрес!» Первое произнесла Мария Магдалина. Ей ангел сказал, «Он воскрес!» «Иди, скажи, идите, побегите, скажите». И все разбежались, никого нету. Она одна такая прибежала, думала, толпа повернулась, никого нет. И вот, и ученики на нее смотрят, и она, она, а что сказать? Ангел сказал, «Христос воскрес!» А им надо было воскликнуть, «Воистину воскрес!» Но воистину воскрес не дождались. А Мария Магдалина четыре раза к ним прибегала и говорила, мне опять сказали, «Христос воскрес!» Мне вот там иногда не нравится, что «Он там и так далее, Он воскрес!» Но я вспоминаю свою тещу первую, и она к моему тесте, она обращалась сам всегда. И когда я что-то говорил, там, мам, я говорю, а где там, что она, она, у самого спроси. Я сначала не понимал, а они старообрядцев на Ангареже жили, и вот у нее вот такие вот были, сам. Хотя она могла там и властвовать, и все, но если начинал папа работать, трудиться, уху руку остребил, все мог делать, и самогонку гнать, и замки делал такие, что никто открыть не мог. То есть такое, сам слово. И вот это «Он», когда говорили «Ангелы», они не как мы говорили. Они когда говорили «Он», земля дрожала или еще что-нибудь, и все понимали, кто это. Откуда это видно? Не упоминай имени Господа Бога твое в сую. Я думаю, поэтому... Но когда она прибежала туда, то они так любили Господа. Она, наверное, говорила, ну, мы же как говорим, «Христос воскрес», она, наверное, говорила «Иисус воскрес». Ну да, его же звать Иисус, все-таки спасение. А Христос – это уже помазанник. Это, ну, я думаю, что, может быть, Господь ей вложил, или еще что-нибудь. А может, не знаю, там не написано, это и сам придумал. Ну так, подумал, что... Ну, а как она? Она могла сказать «Иисус Христос воскрес». Ну, попроще как-то, чтобы девизом это было. «Христос воскрес». Это вот я готовился к Слову Божьему, когда на деяние Духа Святого. И вот это, толкование читал, и вдруг раз мне это пришло. Прям открылось вот так, раз, и... Оп, так это первое она произнесла. Обычно я не слышал это нигде. Это как бы я... Это я все увидел. Между строк, и Феофилак тоже об этом не говорит. Ну, понятно, раз она прибежала и сказала «Он воскрес». Ну... Кто? Петр? Нет. Иоанн? Нет. Эти сидят все остальные там. Никто? Кто? Она одна бегает и говорит «Богородица? Мария Яковлева». Стоит после нее. Сначала стоит Мария Магдалина, перечисляется, запятая, Мария Яковлева. Мария Яковлева, толкованием говорит, что это была «Пристая Богородица». Она вторая стоит. Вот, скажем, «Магдалина, я не знаю, тут головы сами ломаете, в чем дело». Я думаю, что вот по ее трудам Дух Святой и память апостолов поставил ее первой. И «Пристая Богородица», она как-то так ушла, ну, тихо. Она вообще была немногословная. Незаметная. Да. И она была там, где должна была быть. Вот в чем дело. И когда они приходили к ней, говорят толкователи, когда собирались апостолы, они всегда собирались у Престой Богородицы. И не написано, что они там делали и так далее. Я видел книгу, называется, ой, книгу, фильм, называется «Мать». 90-го года, вот перед тем, как рухнул Советский Союз, сняли наши. И там язычники приходят и хотят ее выспросить о сыне ее. Узнать там, откуда у него что и так далее. Но я так понимаю, что они хотели с материальной точки зрения может что-то приобрести. Или духовное какое-то, какое-то духовное учение, где оно находится. А она молчит и молчит. И весь фильм прошел, час 30. И она не сказала ни одного слова. Да. И я просто был до такой степени, я тогда же был неверующий только. Ну, читал Слово Божие, но я знал, что там мало она говорит, вообще очень мало. И тут, думаю, кто так поставил, интересно. Но до такой степени странно, она только сядет, посмотрит, и опять ткет, там что-то, или стряпает, там лепешки, что-то, хлебы, ждет апостолов. И апостол к ней приходит, один другой разговор, рассказывает ей что-то, как они там, что-где были, а она только молчит, улыбается. Ну, так, коротко. Вот так. Ну, давайте дальше почитаем. Как же другой евангелист, Матфея 26, глава 8-9 стих, говорит, что все ученики сказали это? На это нужно сказать, что хотя все так сказали, но прочие говорили не с такой мыслью, с какой Иудой. Господь не обличает Иуду, хотя знает, что Он сказал это с намерением Татя, ну, вора, то есть, проходимца, ибо не хотел посвамить его, но и чая, и нас долго терпеть таковых людей. Понятно? Долго терпеть таковых людей. Вот Василия сколько мы терпели? Впрочем, прикровенно Господь упрекает Иуду в предательстве и в том, что Он предаст его на смерть по любостяжанию. Если же Иуда был любостяжатель и Тать, то почему Господь возложил на него распоряжение деньгами? Вопрос. Потому саму, что Он был Тать, чтобы отнять у Него всякое извинение. Ибо Он не мог сказать, что предал Его, то есть, Господа Иисуса по любви к деньгам. Денежный ящик утешал его, но и нося ящик, он не был верен. Ибо Он уносил, то есть, крал то, что туда опускали. И был святотатец, присвояя себе подаяние на дело святое. Вот те знают. Пусть слышат святотатцы, какова их участь. Вот это, большевики были святотатцы, разграбили полностью церковь, начиная с 20-го года, вычистили все. И знаете, насчитали себе, сейчас не совру, наверное, сейчас скажу, 140 миллионов золотых рублей. Насчитали, что столько они урвут с церкви. И что думаете, сколько досталось им? 7 миллионов! 7 всего золотыми рублями. Вся церковь со всеми окладами и так далее. То есть, они так влетели, и они тогда на этой злости начали торговать иконами, ну, в общем, священной атрибутикой всей, чаши там и так далее, потиры, вот эти, лжицы, они же были такие инкультированные, начали везде продавать. В Японию гнали, говорит, составы, и все это. За дешевку, конечно. И вот в этот момент, в 39-м или в 36-м году, сейчас не помню, этот Сталин продал в английский музей национальный Масаретский текст, с которого сейчас, с которого перевели в 1876-го года наши переводчики на русский язык с Масаретского, прямо с еврейского текста, в прямую. И сейчас, когда говорят, что вот тут не вяжется, тут не вяжется, ну, не вяжется, потому что для нас это несколько непонятно, но хлеб вяжется, крестьянин вяжется, вышел сеятель, мы все это понимаем. А то, что там лев заменен на богатого человека, или там еще какое-то животное на что-то там заменено, это, ну, не так важно уже. На спасение-то не так, не влияет оно. А там ходят, прям упираются, прям пыжатся, что не так. В еврейском, это, ну, понятно его, это же говорилось на еврейском языке. Это, возможно, еще этого, Адама язык, остался. Понятно, что это свято, но Господь-то нигде об этом не говорит. Три надписи было над Господом. На каком языке? Еврейский. Еврейский. Арамейский. Греческий. И римский. Римский. Латинский. То есть, латинский, греческий и еврейский было надписи. Три. И трехязыковая ересь пошла. Только на этих языках можно там переводить и так далее. Вот сколько бы она существовала, если бы не сами апостолы. Слава тебе, Господи. И мы уже видим греческое, все. А русский человек, ну, почему? Не нашлось ни одного героя русской веры, который бы встал и сказал, хватит дурью маяться, я перевожу. Ну, не было их. До 1786 года. А тут появился Герасим Павский, который знает еврейский язык в совершенстве. Ну, видать, прочитал текст массовецкий. Представьте, как одарение у него, озарение. И он должен быть героем России. Вот так вот, по идее. Ну, там, или в церкви. Его должны канонизировать. Потому что, как он это начал переводить? Ладно. Дальше пойдем. Верх зла в том, что Иуда впоследствии предал Иисуса и Господа. Видишь, он, Господь, долго оттягивал, оттягивал, оттягивал. Сейчас, как говорят, нашли Евангелия от Иуды, и там написано, что Господь ему сказал, иди делай. Это, мол, они договорились с ним, что тебе надо меня предать, ну, давай, это будешь ты. Пожертвуешь собой? Иуда такой, да, мой Господин, пожертвуй собой. И пошел, и предал его. Это, как это, как говорил Булгаков, Евангелие от Сатаны. Ну, он-то прямо, прям писал и говорил, я не могу другого сейчас написать Евангелие, потому что сейчас действует Сатана, и поэтому я напишу вам Евангелие от Сатаны. Булгаков странный был тоже, но верующий. У него дядька, знаете, кто был? Тот самый Булгаков, Пилосов. Это его дядька был. Представьте, что он там с ним разговоры разговаривал на коленках у него. Он понимал дядьку. И он такое написал сейчас, что за голову хватается. А с чем написал он? Сатана правит балл написано. Сатана здесь правит балл. Слышали ли эту песню? Нет? На земле весь род людской. Нет, да. А этот Шаляпин поет. На земле весь род людской. Сатана там правит балл. Не слышали? Как людей зла-то губит. Как раз тем, чем я занимался. Еще даже немножко касаясь этого. Только золото не касаясь. Видишь ли, до чего доводит любостяжание? До предательства. И так апостол Павел прилично назвал сребролюбие корнем всех зол. 1 Тимофеев 6.10. Сребролюбие корень всех зол. То есть, вот куда ни обратись, любые, сколько зол у нас всего? Сколько у нас зол? Зол сколько? Сколько зол? 7 снежных грехов. Правильно. Это и есть злы. А добродетели сколько? Сколько добродетели сколько? Сколько добродетелей? 7. 7, правильно. А откуда мы это знаем? Почему? Почему? Слово Божие, что нам говорит? Как это называется? Дары. Дары это неплохо, но оно не так называет. Она называет? Сила. Нет, не сила. Я покажу. Сила. Нет, не сила. Не поняла. На чем в древнем мире стояли... О, молодец. 7 столпов написано, премудрость. 7 столпов сотворило. Это же не по Евангелию. Это не просто по Евангелию. Это Святым Духом сказано. 7 труп Духа Святаго. Тоже позже сказано. Позже, но это все к этому к одному идет. Так что... По Евангелию, ты гляди, разделяет она Ветхий Завет с Новым. Вот какая мудрость уже. Философия пошла у нас. Нет, нет, нет. Ничего тут. Столпы нет. А? Столпы утверждения истины. Есть написано. Так что есть. Потому что оно предало Господа и всегда так делает это золото. Некоторые же говорят, что Иуде было вверено хранение денег, как меньшему прочих. Ибо служить около денег меньше, чем учить, как и в Деяниях 6 глава 2 стих. Апостолы говорят, нехорошо нам, оставив Слово Божие, пищись о столах. Ну и, конечно, о золоте вы все знаете. Сребролюбие, золото, деньги, любостяжание, жадность. Все связано с этим золотом. Но золото в каких, смотря руках. Написана вторая глава. Какой стих там? 14 или 15? Написано, что выходит река Тихон. И золото там, где золото. И камень дала. И золото той земли хорошее. Что это такое? Я не могу вам сказать. Я могу только одно сказать. Проба у него там, видать, хорошая. Прям достала. Оно такое чистое, желтое, красивое. Мягкое. Потому что есть некрасивое. Да, оно 99-ое, оно очень мягкое. А как мягкое, ты понимаешь? По капельке собираетесь. Мягкое, как пальцами раздавить, как пластилин. Нет. И температура его плавления, золото, 1051 градус. 1051 градус. То есть оно не такое. А по тяжести оно 19,7. 19,7. То есть если литр, он килограмм, то золото, литр золота, это 19,7 килограмм. 20 килограмм? 20 килограмм, да. 1 литр? 1 литр. Вот эту штучку поднять вот так со стола ты не сможешь. Вот так вот, как я сейчас взял, поднял. Ну, потому что это будет, я не знаю, сколько. Ну, наверное, килограмм 10. У платина еще. Да, 21 у платина. Килограмм 10 вот здесь будет золото. Я помню, председатель у нас зашел, и готов ты? Я готов. Открывай ему сейф, а у нас там стоят мешки золота по 10 килограмм. И он такой берет, один мешок потянул, он мешочек вот такой, раз его в карман. Я такой на него посмотрел. Он, что? Я ему второй мешок вот так подаю. Он раз его, хоп, а второй карман. И опять, он такой, ну, что ты акаешь я? Это золото. Он, ну и что? И так руками всплеснул, и у него два кармана рвутся, и золото падает с двух карманов. Вот золото прорвало карманы. Я не ожидал вообще. Интересно так получилось, как-то вот, можно в фильме снимать. Он такой, ну и что? Он, аааа, пошел дипломат, придез, положил. Я поднял это золото. Ну, он в мешках хороший, харчувок. Туда его поставил. И такой, как это значит, шляпу сними? В том известном фильме. Шляпу сними. Так, тут тоже чемодан возьми, говорю. Ну, ты что делаешь? Еврей, кстати. Украинский. И не осудили его за это, что он себе взял. Себе? А почему себе-то? Ну, он его повез сдавать. Себе там все сложно. Себе все. Люди работают, устроят бунт, убьют за золото. 70 килограмм золота стоит картина. Она 2,80 высоты и 168 в ширину. То есть, Богородица, Мадонна, написано в полный рост. Полный рост написано. Это Сигст 2. Переводится Сигст по-латински как 6. Это папа Сигст. Он был папой в Италии. В какой-то области. С 257 по 258 год. Был убит. Севером, по-моему, императором. Мученический. Мученик. А с левой стороны Варвара Святая. Которую отец обезглавил собственноручно. Завировал Христа в Троицу. Вот почему он выбрал их. Но если выбрал, то выбрал. И тебе, говорит, оружие самой пройдет душу. И вот здесь считается, Богородица готова отдать сына. Игнатий, начав это стихотворение свое. Помните, да? Все это. Она идет и сына прижимает. К своей груди готова я отдать. Все. Все со страхом понимая, Что это может сделать только мать. Вот. Надо прочувствовать все это. Игнатий же это не я писал. Ну, что сказать. Трогает и картина, и стихотворение, и музыка, и смысл весь, который там заложен в этих стихах. И главное, что мы это вспоминаем, слава тебе Господи, оно не зарыто под спудом. Виктор Савченко мне это стихотворение показал, и песнопение на него, в 98-м году, когда он жил у Игнатий Ивановича на строительной. И мы после того, как пообщались, мне надо было проходить через него, туда домой идти, на Матросова. И он говорит, давай ко мне зайдем, попоем. Я говорит, у меня там какие есть, и у Игнатий Ивановича такие стихотворения. Я говорю, да ты что, давай, зашли ее. Он достал тетрадки Игнатий Ивановича, он ему позволил. И вот он достал, начал вот это петь. А вкушали мы с ним ржаной хлеб, масло растительное, и в блюдце он, и картошка, да, с солью. И вот мы солили в масло, вот так вот, картошкой закусывали. Ну, это был Великий пост. Да, и вот он пел, я думаю, ничего себе. И когда он принес эти стихи, дал их почитать Татьяне Кузьминичной, она была в таком восторге. Игнать Тихничу пришла и сказала, это надо печатать. Как надо? Ну, почему у меня это не было? Ну, я еще там был, боль перекатной. Ничего не так, как печатать, я даже об этом не думал. Ну, жрать нечего было, картошку ели. Мы же приехали, с Колымы все там оставили, ничего у нас не было вообще. А, да, да. А как вы думаете? Вы будете у нас на Колыме? Да, будете у нас на Колыме? Заходите. Заходите, да. И у нас в Сибири тоже. Хорошо. Хорошо. Ну, батюшки, видите, 30 градусов для него не градусы. Вот бы хоть бы вот так взять кого-нибудь. Для моей машины это градус, а для меня нет. Да, да. Если бы меня кто-то привез, я бы вот прям сел бы, а так доехал бы. А машина вот сейчас начинается. Кстати, у меня там подогрев стоит давно уже. Давайте закончим. Да. Лена, все по делу? Да. Ну, слава Христу. Мне главное, что ты этого довольна. Помолишься? Боже, милость мне нам, конечно, создав у нас Господи и помилуй нас. Истинный собесед, Господи, я прости. У меня что-то благослови. Достойно есть якова истину, положите Тя, Богородицу, Присоблаженную и пренепорочную, И Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, И славнейшую без сравнения с Серафим, Безыстрения Бога, Слова ручую, Сущую Богородицу Тя величаю. Благодарю Тебя, Господи, за то, что Ты собираешь нас. Благодарю Тебя за нашу общину, за наших наставников, за наших братьев и сестер, за эту погоду. Благодарим Тебя, Господи. За то, что не оставляешь нас, за то, что позволяешь изучать Слово Твое, распусти нас с миром. Слава Отцу и Сыну, Святому Духу, и ныне и всегда, и в веки веков. Аминь. Аминь. Исследовать. Исследовать.